всем привет это купидитес сегодня у нас начинается путешествие в италию мы планируем там провести где-то порядка 75 85 дней пока нам будет позволять это шенгенская виза сейчас мы находимся еще в черногории хотим подзаправиться топливом но сама полакость черногорская нам не дает так сказать соблюдать график потому что черногорский джигит встал на заправку куда мы собственно говоря и хотим зайти для того чтобы пополнить запасы дизеля так вот он встал на заправку и исчез и мы в общем не знаем как долго нам предстоит ждать но солнце уже начинает греть что в принципе уже раздражает ветер ровно ноль ровно ноль вода гладкая а потом чуть-чуть это да будем надеяться что медленное начало даст результат и мы будем медленно аккуратно передвигаться по итальянским водам вот видимо на заправку идет кто-то еще сейчас может быть он по местным так сказать меркам быстро всех разгонит заставит их немножко работать и на утро сказывается никто не хочет утром работать мы оформили выход и сразу взялись так сказать за удочку покрепче того чтобы сразу будем приступать к ловле что такое к ловле даже не спрашивать и так не успели мы завести толком мотор и отойти на милю как уже к нам пришел в гости наш любимый товарищ дельфин это хороший знак ребят пара дельфишек на прогулке неспешно плавают ой красавчики наверно у них свадьба какая-нибудь кто понимает толк в дельфине в свадьбах пять часов как мы вышли и пришли наши любимые друзья дельфины целая стая меня спросили сколько их а я даже не знаю два четыре шесть восемь девять девять не знаю 9 до 12 их вы не сюда смотрите Классно конечно, когда дельфины сопровождают. Всегда большая радость, а может Xiaomi? Хорошо, когда лодкой никто не управляет, а все смотрят на дельфина. Они еще и сзади вон толпа. Игрунички. Так же им не страшно перед лодкой. Ой, как глубоко пошли. Очень приятно наблюдать в море закат. С одного борта оно розовое, а с другого оно синее. Ночь прошла без инцидентов, поэтому особо ничего не снимали. Ветра, можно сказать, не было. Прогноз абсолютно не сбылся. Но, если честно, хорошо, что он не сбылся в сторону штиля, что было обещано 15 узлов ветра попутного. Ветра попутного не было. Был штиль. Но это, на самом деле, мы поняли, что лучше, чем если было бы 35-40, и мы бы никто не спали. А так мы хоть выспались. Да, немножко пришлось помолотить двигателем. Но, тем не менее, вот мы уже приближаемся к Бриндизе. Входим в Италию. Сейчас наша задача будет входить, что мы зайдем в гавань. В этой гавани мы были уже три раза. В принципе, знаем ее неплохо. Подберем сейчас себе хорошее местечко, чтобы было недалеко от капитанерии. И, соответственно, пойдем оформлять вход. Сейчас, соответственно, по просьбе, по многочисленным просьбам даже, так скажем, наших подписчиков, попробуем снять швартовку. Как мы швартуемся. Скорее всего, это будет швартовка лагом. Но, соответственно, будем смотреть по обстоятельствам. Сейчас у нас появился третий член экипажа. Так сказать, до Мальты вместе будем идти. Поэтому есть свободные руки, которые могут снять процесс швартовки, который столь многих людей интересует. Ну что же, погнали! Итак, мы уже зашли в гавань в Индизе и начинаем готовиться к швартовке. Вообще, я сторонник того, что к швартовке нужно готовиться заранее, еще до входа в гавань. Но, поскольку мы здесь уже не первый раз и мы прекрасно знаем, что гавань здесь какая-то бесконечно длинная, готовиться можно несколько, так сказать, позднее. Но, все равно, рекомендую готовиться заранее. До того, как начинаем выбирать место. Что мы делаем? Мы, поскольку знаем, что с высокой долей вероятности мы будем вставать лагом, мы предпочитаем вставать левым бортом, потому что у нас идет заброс кормы на левый борт и прижимать, так сказать, попу к стенке очень удобно. Поскольку мы знаем, что там достаточно цивилизованная набережная, мы подготавливаем короткие концы. У нас есть несколько наборов концов, швартовых, да, есть 20 метров, 25 метров и вот стандартные 12-метровые тоненькие, аккуратненькие, коротенькие концы, да, для того, чтобы не мучиться с левым. Соответственно, проверяем, убеждаем, чтобы они были за леером и накладываем все это дело на утку. Накладываем на утку и самое главное, когда концы находятся в бухте и лежат в рундуке некоторый период времени, нет никакой гарантии, что они не запутались и не случилась борода. Поскольку состав нашей команды не столь велик, чрезвычайная важность имеет то, чтобы не запутался конец, не запутался швартовых, когда мы его будем накладывать на тнех, на утку или же подавать. Поэтому мы складываем, каждый раз складываем заново эти концы для того, чтобы не было сюрпризов у нас в процессе швартовых, да. Я складываю их через лебедку, да, это дает гарантию того, что они не запутались. Аккуратненько наматываю и подготавливаю себе кончик под руку, да, потому что я на берег не схожу, я стараюсь закидывать швартов на гнев. И после этого уже непосредственно при подходе к бухте мы будем сейчас складывать, складывать, не складывать, а выкладывать кранцы. Очень рекомендую, настоятельно рекомендую кранцы вывешивать заблаговременно, потому что, к сожалению, столкнулись с тем, что в Греции мы очень часто видели, как заходят лодки и уже непосредственно прямо перед швартовкой начинается беготня по яхте с кранцами, что-то все бегают, ничего не понимают. Хорошо, что команды чартерные ходят большие, это по 5-8 человек и достаточно быстро они могут скинуть кранцы. Вдвоем, если мы уже придем в бухту, если будет ветер, уже как бы будет не до кранцев. Поэтому наша практика показывает, что чем раньше мы вывесим за борт, тем будет лучше. И более того, это сигнал для окружающих, что мы идем в гавань, что мы сейчас будем швартоваться. То есть, ничего страшного нет, что они повисят лишнюю минуту. В ходе мы начинаем скидывать, так сказать, за борт кранцы. Хотя мы и планируем вставать лагом, и казалось бы, что нужно скинуть с одного борта, мы все равно стараемся это делать с двух бортов, потому что никогда не знаешь, какой сюрприз ожидать. Вполне возможно, что в начале сезона место это позволяло делать, а теперь в разгар сезона могут нас оставить вставать на муринге. Для этого нам придется, конечно, снимать тузик, но у нас хотя бы не будет болеть голова о кранцах. Поэтому, если есть такая возможность, нужно делать максимально много заранее, потому что предусмотреть все невозможно. Даже если заходишь в знакомую бухту, в которую бывал не один раз, там вполне могли произойти изменения за период отсутствия в этой бухте. Следующим этапом идет заведение конца на носовую утку. Готовимся вставать левым бортом к стенке. Но, соответственно, когда мы подойдем уже ближе, станет более ясно и понятно, как мы будем действовать. Вот мы подходим к набережной. Сейчас перед нами дилемма. Встать ближе к капитанерии. Капитанерия это вот слева. Или встать подальше там, где уже стоят какие-то ярточки. Чтобы были случаи, что нас просили подвинуться ввиду, так сказать, захода большого лайнера MSCI. И мы думаем, может быть, сразу туда встать. Или все-таки поближе к капитанерии. Дилемма. Вот мы подошли к стенке. Как вы видите, она абсолютно пуста. Но. Но. Бывает такое, что место надо выбирать. Поэтому обязательно никто не должен стесняться сделать несколько кругов. Хоть один, хоть два, хоть три. В процессе подбора хорошего удобного места. То есть здесь не нужно, так сказать, смущаться, стесняться, что вот, все подумают, какой-то дурак, пять кругов наматываешь. Абсолютно ничего страшного нет. Местечко мы выбрали. Пришли к выводу, что лучше встать сразу подальше. И не париться по этому поводу. Поэтому команда носового швартовых уже, так сказать, в пути. Будем испытывать сегодня такой момент. Такой момент, как накидывание конца, не сходя на берег. Ветер у нас слегка прижимной, но он совсем слабенький. В районе восьми узлов. Поэтому, в принципе, можем швартоваться левым бортом. То, как мы и привыкли. Это первый офис, который изобрет. У которого заколочены все окна? Да. .... Абсолютно не сходя на берег. Нет, здесь не забросить, будто не далеко. Бодожди, далеко не отходи. Хорошо встал? Давай-давай-давай-давай. Накидывай сразу попу. Попа в приоритете, ветер к попу. Коротенький. Коротенький он был. Представьте себе, представьте себе, коротенький он был. Вот, вот она, женщина русская, которая может 14-тонную лодку руками перетащить. Без столики стеснения или страха в глазах. Вот так. Оформились мы в Придизе. Целых два дня у нас это заняло. Потому что не было полиции, не было желания у полиции. В итоге мы когда-то говорили, мы уже сказали, что нам пора бы двигаться дальше. Нас они оформили. Камеру мы благополучно забыли на лодке. Принято удалось непостояние бесплатно. Уголочки у стеночки также раздобыли воду. Сейчас двигаемся в Атранто потихоньку, не спеша. Вроде появляется какой-то ветер. Но скоро мы выйдем. Мы посмотрим, что будет там. Наверное, что-то будет. По крайней мере, мы надеемся. Шоу-то день, или уже третий день в нашей Италии. Сегодня появился ветер. Но появился почему-то он в нос. Появился он у нас в нос. Хотя не должно было быть его по прогнозу. По прогнозу должен быть штиф до 12. И мы решили подскочить до носового ветра. Но не удалось. Не удалось. Идем из Атранто в Ливу. В Атранто ночь прошла практически гладко. За исключением того, что итальянцы обрали ленин-итальянские песни до 4 утра. Домбила музыка. Но это все-таки ночь субботного воскресенья. Дома себе знает. И снова у нас настал момент сейлинга, когда мы можем. Сейчас у нас задул этот ветер, который мы так долго ждали. И мы сейчас мучаемся с принятием решения. Может не делать остановку в Лилке. И идти сразу в Сирокурсы. Катроны, регионах утро, мудро. Потому что часов до 9 обещают, что ветер такой будет. Мы идем с неприличной скоростью 4,3-4,6. И нас это вполне всех устраивает. Поэтому мы сейчас замешательцы. Но первое, я думаю, это надо дойти все-таки до Лилки. Дойти до Лилки. А там уже смотреть, сворачивать у меня или не может. Входим отсюда. Ну, точнее, Анечка. Уже, так сказать, подходим к Локастиле. Ночь прошла практически без эксцессов. 6 часов пришлось помоторить. Ну, все остальные 24 часа идем под парусом. То есть погоду мы поймали. В принципе, вполне удачно, я считаю, для такого перехода. Такой выход у нас уже утро настало. Парус поднят. Идем с хорошим бакштыком. Стремительно приближаемся к берегу. Скоро будем делать остановку на купание. Вот так. Передной подотник Птуна. Надувной круг. Мы его будем сейчас спасать. Давай на корму сюда затащим кормой. Так не поднять, наверное. О, профессиональный ботсман. Ну, неси сюда, посмотрим что-то. Простенький надувной круг. О, так с ним можно это, прикольно сидеть вот так вот на дежурстве, на вахте. Ну что, прибыли мы в Ле Кастилию. И остановились в Рыбацкой бухте. А тут такое вот происходит. Донбург. Продолжение следует... 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 Идем между ними, все в порядке.